МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2020 год выдался непростым. Над городом нависла угроза распространения новой инфекции. Ковид-19. Вирус, который не пощадил никого. Ни молодых, ни старых. С момента, когда в городе объявили пандемию, прошел год. Сегодня некоторые ограничения сняли. Жизнь работников комбината потихоньку возвращается на круги своя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты ММК, которые около года находились на удаленке, вернулись на привычные рабочие места. Буквально на днях вернули и сменовстречные собрания. Важный момент. Работник должен находиться в маске и соблюдать дистанцию. Сейчас это так, но еще несколько месяцев назад все было по-другому. Новая инфекция с молниеносной скоростью распространилась по всему миру. Ковид-19 добрался и до Магнитогорска. Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти города и региона вводят ограничительные меры. Все возможное и даже больше для горожан в условиях пандемии постаралось сделать руководство Магнитогорского металлургического комбината. В самых первых дней эпидемии ПАО ММК активно включается в борьбу с распространением инфекции в многотысячном трудовом коллективе. Этот социально-медицинский спектр вопросов по значимости практически встал в один ряд с производственными задачами металлургов. В считанные дни были организованы поставки средств индивидуальной защиты во все подразделения комбината. Принят ряд противоэпидемиологических мер. Контрольно-пропускные пункты, проходные, обеспечили тепловизорами. Медицинские работники цеховых здравпунктов поликлиники номер один медсанчасти определили алгоритм действий при выявлении заболевших. Наградообразующим предприятиям создают безопасные условия для работников непрерывного производства. Новые правила обязывают каждого сотрудника в период пандемии носить защитные маски. Их выдавали бесплатно. Исключить рукопожатие и соблюдать дистанцию не менее полутора метров. На проходных и автопроездах ММК вводят поточные измерения температуры. На территории комбината усиливают режим санобработки. Дезинфицирующим средством обрабатывают пути следования трудящихся к месту работы. В том числе остановки общественного транспорта, тротуары, ведущие от КПП к цехам, пешеходные мосты, галереи, тоннели. Часть сотрудников переводят на удаленку. Ведущий специалист Виталий Медведев спустя год работы из дома вышел в свой привычный кабинет. Признается, соскучился по живому общению. У людей, у которых не было оргтехники, была выделена техника дополнительно со стороны ПАО ММК для работы на удаленке. Во-вторых, программы были специально прописаны. В том числе были переведены рабочие телефоны на мобильные, чтобы связь не была потеряна с клиентами. При необходимости по согласованию были, конечно, выходы на рабочее место для подписания документов, которые необходимы для проведения. В первые же дни, когда над городом нависла реальная угроза, председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников выделяет необходимые средства. Это полмиллиарда рублей. Они идут на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечению противовирусной защиты не только работников комбината и его дочерних предприятий, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан. Считаю, что сегодня, как никогда, людям нужна реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно преодолеем эту непростую во всех отношениях ситуацию. В апреле в городе стартует масштабная социальная программа «Мы вместе» инициатором проекта выступил Магнитогорский металлургический комбинат. В организации помощи участвует администрация города и благотворительный фонд «Металлург». Для реализации программы открывают благотворительный счет для пожертвований. Центральным штабом выбирают здание Центра материнства. Сотрудники фонда «Металлург» работают буквально с колес, формируют набор и обеспечивают доставку их адресатам. Продуктовый набор стоимостью 480-500 рублей получается. В него входит мука, килограмм муки, килограмм риса, масло подсолнечное, тушенка. Сгущёнка, макароны, печенье и чай. Вот тут в каждом наборе есть перечень. И ещё туда входит книжечка. Книжечка специально разработанная для наших пенсионеров. Здесь про коронавирус, как предупредить себя, как защитить себя. И все телефоны горячей линии. Помимо продуктов, наборы включили комплекты средств индивидуальной защиты, респираторы, дезинфицирующие средства, резиновые перчатки. Сначала такие наборы доставляли одиноким пенсионерам старше 65 лет. В рамках социальной программы их получили более 12,5 тысяч человек. Чуть позже по решению руководства ПАУ ММК список категорий горожан, нуждающихся в адресной поддержке, расширили. Итак, продуктовые наборы могут получить одинокие пенсионеры старше 65 лет, которые не имеют близких родственников в Магнитогорске. При этом их ежемесячный доход не должен быть выше 21 554 рублей, что соответствует двукратной величине прожиточного минимума в Челябинской области. Одинокие пенсионеры старше 80 лет независимо от их уровня дохода. В этих двух группах меньшинство составляют так называемые немобильные пенсионеры, поскольку они не могут покидать своих квартир, то в меньшей степени подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией. Их наборы будут включать в себя 8 наименований продовольственных товаров. Остальные пожилые люди, кто вынужден покидать свои квартиры, дополнительно к продуктам питания получат средства индивидуальной защиты. Респираторы, дезинфицирующие и моющие средства, резиновые перчатки. Теперь о других категориях, кто может получить благотворительную помощь из средств, предоставленных Магнитогорским металлургическим комбинатом. Это многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Семьи, имеющие детей инвалидов. Семьи в социально опасном положении. Семьи в трудной жизненной ситуации, потерявшие кормильца, пострадавшие от стихийных бедствий, пожаров, наводнений и так далее. Неполные семьи с одним родителем, получающие пособия на детей. Семьи с инвалидами третьей группы и одиноко проживающие инвалиды третьей группы. В сложной эпидемиологической обстановке ММК позаботился и о детях. Для каждого детского сада и школы города приобрели и установили специально дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. Также в детские учреждения поступили бесконтактные термометры. Рециркуляторы-облучатели ультрафиолетовые являются на сегодняшний день из самых эффективных средств борьбы с вирусными инфекциями. Особенностью этих рециркуляторов – возможность нахождения детей, взрослых, сотрудников, присутствия включенных рециркуляторов. Очень обрадовались, во-первых, то, что бактерицидные эти лампы появились. Мы сначала думали, что нам в группу поставят только. У нас в группе и в приемной, и вот недавно установили еще даже на входе. Мы выражаем огромную благодарность Рашникову Виктору Филипповичу за то, что он предоставил нам такой подарок, сделал нашему детскому саду, что мы теперь можем быть спокойны за своих детей. Стал воздух чище, все обрабатывается. Большое спасибо. Во время пандемии процесс обучения никто не отменял. Мал школьников переводят на дистанционную форму обучения. Для получения знаний в режиме онлайн им просто необходимы компьютерная техника и стабильный интернет. Однако такая возможность была не у всех горожан. И тут ММК оказывает огромную поддержку. На средства комбината школьникам из малообеспеченных семей приобретают планшеты и ноутбуки. К выбору моделей подходят серьезно. Их отборы, приобретения контролирует дочерняя компания комбината ММК «Информсервис». На каждой планшет и ноутбук специалисты устанавливают необходимые программы. К подарку прилагают бесплатный доступ в интернет. Планшеты выдавались детям начальной школы, первой и четвертой классы. Старшая, уже старшая средняя школа, то есть дети получили ноутбуки. Было приобретено более 7 тысяч комплектов оборудования компьютерного, в том числе порядка 4 тысяч планшетов и порядка 3,5 тысяч ноутбуков. И кроме этого еще более 500 ноутбуков для молодых учителей. Все, конечно, списки были предоставлены администрацией города Митогорска. Вы представьте, 124 семьи получают технику. А с интернетом, с возможностью выйти в интернет, увидеть видеоуроки, поработать на той или иной площадке, которая поможет детям и подготовиться к экзаменам, и лучше усвоить знания, и, по крайней мере, не работать с учебником, а расширить возможности обучения. Поэтому для нас это такая помощь и для наших родителей и детей, что, ну, я думаю, что какой-то определенный прорыв вообще для образования города. Всем необходимым металлургический комбинат старался обеспечить и медиков, кто стоял на передовой в борьбе с коронавирусом. 10 тысяч медицинских масок, тысячу респираторов, 500 одноразовых защитных комбинезонов и 300 пар закрытых очков получили медики под станции скорой помощи. Очки непосредственно, это костюмы наши, вот защитные комбинезоны наши, щитки, чтобы защитить как органы дыхания, так и глаза наши, вот, как вы видели на сегодняшний день. Это все на сегодняшний день в достаточном количестве. В общем, каждая бригада обеспечена тремя комплектами одежды. Крупная партия комплектов защиты была поставлена и в первый родильный дом, перепрофилированный на долечивание пациентов, которые перенесли пневмонию и коронавирус. Хочется поблагодарить, конечно, и Павла Владимировича Шиляева за то, что откликнулся, за своевременную помощь, которая нам была оказана. То есть нам поставили тысячу респираторов, нам поставили одноразовые костюмы, 500 штук, то есть нам поставили очки 150. То есть это весомый вклад в оснащение, потому что работает бригада 24 человека, через 4 часа меняемся, каждый раз вход в красную зону требует переодевания полностью костюма. Город стал как единая команда, потому что здесь без помощи горожан, без помощи администрации и, безусловно, металлургического комбината двигаться просто некуда и нет смысла, потому что все больницы работают как единая система. Это раз. Второе, то, что весь город откликается на наши проблемы, чаяния, нужды и так далее. То есть все здесь помогают, и единым миром мы, думаю, справимся с этой задачей. В 2020-м ММК еще раз подтвердил статус градообразующего социально ориентированного предприятия, первоочередной задачей которого в период пандемии стала помощь в обеспечении города медицинским дыхательным оборудованием, спрос на которое вырос в разы, подставил плечо в борьбе с пандемией и Российский союз промышленников и предпринимателей. Благодаря его поддержке для учреждений образования приобрели 30 рециркуляторов и 15 бесконтактных термометров. В сентябре около 2,5 тысяч рециркуляторов закупили для городских школ и 15 для образовательных учреждений Агаповского района. Дополнительно для обеззараживателей закуплено 505 передвижных стоек. Все образовательные учреждения Магнитогорска получили рециркуляторы воздуха. Для больниц при поддержке СПП были приобретены кислородные концентраторы. Аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы от ММК получили Центр охраны материнства и детства, кожно-венерологический диспансер, психоневрологическая больница, первая, вторая и третья городские больницы. Все медицинские организации нашего города, в которых в период пандемии были открыты инфекционные стационары для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В моем отделении было 8 коек, открыли 18, пришлось срочно монтировать дополнительные точки для кислорода. Были открыты дополнительные еще два реанимационных отделения, правда без реаниматологов, там терапевты. В основном, слава богу, министерство быстро откликнулось и доставило нам оборудование в течение нескольких дней. Вот подарок от комбината. Вовремя пришел хороший аппарат, дорогой очень, 2 миллиона 900 стоит. Четыре кислородных концентратора доставили в стационар Центра охраны материнства и детства Магнитогорска. Дыхательное оборудование медики использовали и используют в настоящее время во благо здоровья своих пациентов. Оборудование в прямом смысле слова помогает людям выживать при тяжелых пневмониях. Хочется сказать огромное спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, Шиляеву Павлу Владимировичу. Комбинат регулярно, я бы сказал, на регулярной основе оказывает помощь. Но вот те последние шаги, когда городу, больницам города были переданы столь необходимые аппараты ИВЛ, причем самые современные, их получили вторая и третья городские больницы города Магнитогорска. Когда сегодня принято решение, их комбинат передает концентраторы в размере, в объеме 75 штук. Это очень серьезная работа. Решением генерального директора ПАО ММК Павла Шиляева в нашем городе приступило к работе первое и единственное на данный момент отделение восстановительного лечения для людей, переболевших вирусной пневмонии. Центр медико-социальной защиты благотворительного фонда «Металлург» в этом году уже принял на бесплатный курс восстановительного лечения десятки работников комбината. В этом году этот проект продолжится. «Металлурги» позаботились и о своем медицинском подразделении, коллективе Центральной клинической медико-санитарной части. Все медицинские работники были застрахованы на случай заражения коронавирусной инфекцией. Отдельно мы также принято решение и начата реализация поддержки врачей медико-санитарной части. Потому что они на передовой, потому что те решения, которые прозвучали на уровне правительства страны, они к нашему медицинскому учреждению не относятся. А ММК считает, что наши работники, медработники должны быть, также попользуются всеми правами, защитой и дополнительными выплатами, которые им в сегодняшней ситуации необходимы. 2020 год пандемии. ММК выстоял благодаря своевременно принятым мерам по предотвращению распространения коронавируса, а также слаженной работе руководящего состава. Цеха производства с поставленными задачами справились. А ведь опасения были. Из-за пандемии коронавируса под угрозой оказались экономика и промышленность многих стран. Пожалуй, главными событиями года для Магнитогорского металлургического комбината стали модернизация доменной печи номер 2 и пуск стана 2500 в листопрокатном цехе номер 4. Стоит отметить, что основу сортамента ММК составляет листовой прокат для стройки, автопрома, трубной области. Объемы и качества такого проката определяются именно на стане горячей прокатки. А значит, этот магнитогорский индустриальный гигант – важнейшая часть региональной промышленности и экономики. Это части наших, в том числе, соглашений с комбинатом экологических соглашений, которые мы подписывали в прошлом году. Я поздравляю руководство ММК с этими объектами и с удовлетворением отмечаю, что вот вложение в модернизацию, в рост эффективности предприятия, в то, как выглядят сегодня рабочие места, и, безусловно, как итог всей этой работы «Новая экология» для Магнитогорска. Конечно, благодарность от всех руководству ММК. Виктору Филипповичу спасибо за такое отношение к производству, к людям, к городу. Это, на самом деле, очень важно и дорогого стоит. Поздравляю всех с этими событиями. В декабре во время одной из рабочих встреч с главой города Сергеем Бердниковым, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил памятные медали и грамоты от президента страны председателю Совета директоров ММК Виктору Рашникову и генеральному директору ММК Павлу Шиляеву. Таким образом, глава государства оценил вклад Магнитогорского комбината в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Тот вклад, который был сделан и который будет еще сделан в пандемиях, к сожалению, продолжается. Это лучший пример в регионе социально ответственного бизнеса и президент это отметил. И я, со своей стороны, хочу высказать вам слова благодарности. Спасибо. Это хорошее дело. И дай Бог, чтобы пореже были у нас такие необходимости. Но если они случаются, мы готовы помогать вместе с вами. Спасибо большое вам. Спасибо еще раз за учебу. Спасибо большое. А, Филипп Чарашникова, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. К сожалению, пандемия пока еще не закончилась. Поэтому, чтобы защитить свой организм от коварного вируса, специалисты рекомендуют поставить антиковидную прививку. В настоящее время в городе идет масштабная прививочная кампания. Активно вакцинируют от коронавирусной инфекции и на Магнитогорском металлургическом комбинате. Прививают металлургов в поликлиниках медсанчасти. За один час по 10 человек. В медучреждения они приходят строго по записи, а значит, не создают очередей. На процедуру записываются через приложение «Мой ММК». Заполнив анкету, идут на прием. В кабинете врач осматривает пациента и делает заключение. В случае отсутствия противопоказаний дает допуск на прививку. Я видел людей, которые болели. Мне так не хочется, поэтому решил все-таки сделать. Ну и у меня дома две пенсионерки. Мне нужно ходить. Две пенсионерки, тоже не хочется заразить их. Как бы они в группе риска. Не стоит бояться идти на вакцинацию. Прежде всего, это для нас, для здоровья. Не бойтесь, идите и вакцинируйтесь. Вакцинация проходит в два этапа. Сначала пациенту вводят первый компонент через 21 день, второй ставят препарат «Спутник Ви». По наблюдениям врачей, серьезных побочных эффектов у привитых не наблюдалось. Разве что невысокая температура, головная или мышечная боль. «Спутник Ви» непосредственно разработана в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея в Москве. Суть этой вакцины в том, что здесь используются давно известные для человека аденовирусы двух стеротипов, на которые, как на вектор, на вектор-носитель насаживается лишь маленькая частичка белка С самого коронавируса, с помощью которого этот коронавирус, как шипами, да, этим белком, он внедряется в клеточку человека и начинает размножаться. Поставить прививку от ковида врачи советуют всем, кто старше 18 лет. Не имеет злокачественных образований, заболеваний крови, обострения хронических заболеваний. Противопоказана прививка беременным и кормящим мамам. Привить от коронавирусной инфекции медики планируют как минимум 60% сотрудников ПАУ ММК. Именно такой охват позволит сформировать коллективный иммунитет и противостоять инфекционному заболеванию в многотысячном трудовом коллективе, уверены специалисты. Редактор субтитров А.Семкин